Несмотря на то, что все экспонаты выставки были созданы на этой земле, приморцы никогда такого не видели. Эти предметы быта и культа урочи у дегейцев-нанайцев когда-то собрал Арсеньев, затем передал в этнографический музей Санкт-Петербурга. И вот спустя сто лет уникальные вещи приехали на свою историческую родину, чтобы рассказать, как жили их создатели, люди, для которых силы природы были главными в жизни. Ну вот, например, у дегейский женский халат, сшитый из рыбьей кожи. Вот этот халат, он не просто. Вот этот рисунок не декоративный, а каждый рисунок имеет смысл. Здесь изображение духов помощников. Вот эти все рисунки, они связаны с благополучием будущей семьи. То есть рисунок наносился не просто так, а имел определенный смысл. В орнаменте этого наряда использован символ медведя – хозяина тайги, хранителя рода. Поэтому изображение медведя так часто встречается и в предметах культа, и в предметах шаманского обихода. Кстати, получить такие вещи мог только человек, которому дегейцы безраздельно доверяли. На этой выставке можно не только увидеть уникальные предметы быта и культа, но и понять, как Арсеньев собирал эти вещи. Здесь представлена целая серия снимков. Ну вот, например, на этом мы видим Владимир Клавдевич на лодке, подходит к стойбищу. Его встречают у дегейцы в национальных костюмах. Этот проект, который привез Владивосток к этнографическим музеям Санкт-Петербурга, представил настолько уникальные экспонаты фотографии, что даже изучавшие предмет работники музея имени Арсеньева были потрясены увиденным. Многое для них стало откровением. Мое главное удивление, и даже не удивление, а удовольствие, вот сейчас на таком эстетической категории лежит. Мне просто интересно рассматривать, разглядывать и видеть в этом какую-то особую красоту. И если чисто визуальную красоту представленного понять может каждый, кто придет на выставку, то тайный смысл знаков и символов, зашифрованные в Севенах и оберегах, посетителям объяснят опытные гиды. Ольга Сомкина, Павел Филатов, Панорама.